ребятки всем привет с вами александр и сегодня мы займемся сравнением и обзором всех динозавров ну почти всех которые есть в будущей игре джурасик world evolution и сравнивать мы его с некоторыми картинками напомним вспомним информацию про них какие они были какие размеры но естественно будем сопоставлять с теми динозаврами которые у нас есть джурасик world the game ну помчались и первый динозаврик ребятки это у нас брахиозавр к сожалению сравнить нам не с чем в мире южского периода его нет но я очень рад я очень ждал пока добавят вот такой вот длинношеево ну которая вертикально держит голову брахиозаврида там или зауропода и вот он в этой игре будет довольно крутой динозаврик сейчас мы посмотрим на картиночки а потом про и перейдем к самой игре ну и как видите в длину они были примерно 26 30 метров жили давно довольно давно 160 145 миллионов лет назад в общем то и насчет их веса было много разных теорий 50 и 60 тонн и 80 тонн но в последнее время все-таки склоняется к тому что был где-то 26 метров в длину 13 метров высоты и весил при этом примерно 36 тонн ну а вот так вот нам его представляют в самой игре кстати там тоже сказали что длина у него было примерно 26 метров вообще классно эта картиночка выглядит в самом парке и русского периода фильме вот так вот он себе тут вроде среди стегозавров но и также еще есть другой геймплейный ролик где можно увидеть его на фоне дождя тоже очень шикарно выглядят бродят два брахиозаврика и там по-моему рядом даже у них цератозавр бегал ну выглядит игрушка шикарно то есть графика у нее должна быть лучше чем где бы то ни было даже в варке хорош хорошая там за айзл на хорошая графика но здесь должны ребята должны переплюнуть я долго ждал брахиозавров очень прикольно они больше нравятся чем диплотоциды длинно шеи вот эти вот ну реально высота высота у них просто суперская ребятки да у там по моему цератозаврик побежал а и переходим к следующему решил все-таки вставить чисто так для примера модельку из мира южского периода это у нас аргентинозавр конечно это не брахиозавр ночью такой ближайшие отдаленно похожие и в игре мир южского периода есть модели динозавров которые прорисованы хорошо они вот реалистичные есть модели которые прорисованы не очень вот и аргентинозавр это как раз вот тот вариант который нарисован ну не особо реалистично просто так из любопытства ребятки мы никого не сравниваем никто здесь не хуже не лучше просто варианты нарисования картиночки я старался выбирать как можно более реалистичные чтобы было сравнивать вот с профессионально нарисованной картиночкой и с той картинку которую мы будем видеть в игре вот такой вот у нас довольно забавный раскраски 30 тресератопс какой-то художник нарисовал и в общем-то какая у нас масса было примерно 6 12 тонн у 12 это слишком многое там до 8 считаю рост 3 метра длина все 8 9 метров принципе я это дело одобряю но не смог я конечно удержаться чтобы не ставить сюда такую зачетную красивую картинку гибрида тресератопса и стегозавра стега цератопса который есть в мире южского периода к она конечно не относится к jurassic world evolution но все же за это стоит поставить лайк так смотрим представление jurassic world evolution так ну вот здесь кстати еще не очень нарисовано в самой игре не как-то получше вот сейчас будет моменты вставки из игры вот момент появления кстати тоже похоже на мир южского периода открывается ворота выходит рессератопс и вот здесь он нравится даже как-то побольше а то там как-то блеска не хватало что ли такой вот в общем-то реально шикарный и травка у нас тут шевелится ну суперская модель к классно двигается все естественно он бежит галлопирует и кожи там прям двигается ну сделано сделано на совесть и стара сравнивать мы будем естественно с миром южского периода будем брать модельку там первого там 10 20 уровня то есть максимально прокачанная думаю брать не будем потому что будет слишком ненаглядно разница будет на высоких уровнях в мире южского периода динозавры как бы мало имеет отношение к реальности но в целом модель как-то выглядит все-таки сыровато в джурасик world evolution но думаю не это дело как-нибудь поправит а вот теперь у нас появилась модель кстати тоже довольно сыровато выглядит в мире южского периода они довольно сопоставимы то был у нас десятый уровень вот у нас немножко позеленел уже на двадцатом уровне 30 ратопс вполне себе неплохо выглядит но тоже это не топовая моделька не вот уже на тридцатом уровне он такой вот пятнистый и зелененький ну вполне себя у мороги тоже очень у них похожие модели смотрите ну очень похожие модели очень ну а вот так выглядит конечно он на 40 он конечно супер классный внушающий доверие но не имеет никакого отношения к реальности как я и говорил вот в таком вот варианте 30 ратопс из мира южского периода но в целом модель очки вполне себе похожи без raptor наверное не обходится ни один фильм про динозавра это ferrari среди динозавра 64 километра в час его скорость длина 1 и 8 но хотя довольно легкий всего лишь там 15 килограмм как собака он весил но фильмах его рисуют всегда гигантским как какой-то юта раптор и и тоже любит козочек а вот так вот выглядит топовая моделька мире южского периода даже на первом уровне он шикарно прорисованы принципе не уступает по качеству в других играх таких как арки в jurassic world evolution очень детализированная и хорошо прорисованная моделька он такой коричневый больше на первом уровне на двадцатом уровне немножко зелень зелененькие с полосочками потом еще зеленее и с полосочками но и так как говорится на любить его вполне себе он мог быть и таким и таким цветом здесь выбирайте то что вам больше нравится цвет в окаменелостях не остается но даже первая моделька мне нравится больше всего она как-то начать ближе мне к реальности что ли хотя в мире южского периода динозавры тоже довольно разукрашенные blue та же самая blue точнее так что зачетная моделька и там и то любом себя картинка этого циратозавра который вот этот рог не все время напоминает мою нгазавра до примерно 520 по некоторым данным до тонны был был его вес и в длину до 9 метров еще вот можно такую довольно интересную картиночку увидеть в на стезях интернета вот так вот нам его представляют в принципе точно так же как он и был нарисован на изображениях которые я нашел в интернете не из этой игры это наверное второй динозавров которого больше всего у нас было нам показано в самой игре и вот он нарисован вообще шикарно то есть ритератор был такой немножко тускловат то вот этот просто красавчик тирекса нам еще правда не показали думаю там вот вообще шедевр да и здесь мы можем даже полюбоваться как он жадно поглощает большие большие куски мяса ну а относительно модельки в мире южского периода то она очень даже похоже на так таковую в эволюшене и в реальности то есть ну на первых уровнях здесь модель не особо прорисована а вот на 30 уровне моделька будут вполне себе годные и они довольно таки похожи друг на друга даже рык у них прорисован анимация довольно таки схожим образом в целом в эволюшене конечно моделька более детализирована но по раскраске и по форме они похожи следующий наш динозавр которых картинок в интернете просто много высокого качества это анкилозавр это по картинка даже из игры за урия то есть 47 тонны 17 высота и где-то 7 метров в длину вот такой вот у нас бронепоезд это анкилозавр вот так вот нам его представляют в игре в принципе все совпадает выглядит точно так же ну и как по мне немножко ему не хватает цвета то на голема похож каменного какого-то в джурасик ворда эволюшен эта моделька мне нравится я отношу ее к high-detail моделечка в общем-то высоко детализированные и все хорошо и панцирь и раскраска ну рассказка довольно однотонная но эта модель мне нравится больше чем в эволюшене там все-таки как-то тускло здесь более живая что ли вот если их сравнить вместе то действительно на анкилозавр там вообще как какой-то голем каменный в мире южского периода повеселей на всех уровнях не считая 40 он выглядит достойно и вполне себе реалистично ребят а вот наш разрушитель стигозаврик всем известны и живший довольно давно 163 миллиона лет назад он появился обладатель одного из самых маленьких мозгов в мире динозавров хотя передвигался он очень медленно всего лишь каких-то 7 километров в час но таком азер решает шикарная моделька представленная в джурасик world evolution в джурасик world the game стигозавр мне вот не нравится это кстати вторая реинкарнация первая модель мне нравилось больше потом ее перерисовали и стало такое непонятно на что похоже если на него набросить такую вот раскрасочку он становится повеселей но слишком много на нем как-то пластин слишком много предыдущая модель в игре была лучше ну а на сороковом уровне он вообще какой-то такой уж слишком слишком пестрый и ну не имеет отношения к реальности следующий наш динозаврик это хосмозавр довольно такая забавная картинка это наверно период брачных игр 45 метров в длину был этот ceratopsid и живу 80 70 лямчиков назад но весил довольно мало всего лишь до двух тонн довольно хрупкого телосложения он был хотя и длина была вполне себе приличная отличается довольно такой высокой маской на голове и кстати хосмозавры да это одни из первых ceratops с которыми я познакомился на равне наверное с 3 ceratops сама в мире южского периода игра нету таки кого динозавра ну есть чем-то похожи на суда ceratops но не на начальных уровнях вот как сейчас а вот на 40 уровне когда он уже не имеет отношения к реальности но вот у него очень высокую сделали маску ну чисто так для сравнения я его сюда поставил довольно часто и довольно редкий зверь в мире южского периода он часто встречается фильмах но времени ему уделяет довольно мало при росте 2 метра длины 6 метров весил примерно 200 килограмм и жил 66 100 миллионов лет назад и довольно таки резкий парнишка он у нас в будет в эволюшине и такие вот стайки и консилиум они будут создавать и обсуждать наверное чтобы сегодня поживать моделька в джурасик world the game и выглядит вполне себе неплохо я конечно детализации мне не хватает но по раскраску по форме она очень похожа на то что мы видим фильмах и в джурасик world evolution то есть ну идентичные практически модельки да такие оля страусы мира юрского периода ну вот в таком вот варианте он мне тоже очень нравится такой серенький немножко пятнистенький тоже прекрасно выглядит ну а это уже более экзотический вариант ну а сороковый сам с хохолком даже я не рассматриваю ну а то серенький вполне себе гадно только и вот прекрасная картиночка нашего параза уралов или паразавра по простому очень распространенный был динозавр и довольно красиво он прорисован во многих играх имел рост около пяти метров и длину 10-11 метров этот чертовски крупный динозавр привесил до трех и шести тонн и жил довольно давно восемьдесят три миллиончика лет назад и рок конечно у него была эта камера резонатор которая многократно усиливала звук и позволяла ему даже отпугивать хищником громкостью своего рыка моделька довольно хорошо прорисована в обеих играх и в мире южского периода вот первый уровень она практически без раскраски в эволюшене она у нас вот ближе примерно вот к этому уровню имеет определенную же тему гамму да и паразавров часто рисует вообще даже каким-то яркими цветами чуть ли не с голубим цветом так что он хорош вот и на всех уровнях в обеих играх и давайте сейчас глянем на максимальном уровне он у нас должен стать таким уже более красочным вот такой вот часто да я говорю же видел их даже каких-то там чуть ли не синих цветов и черных и белых каких угодно паразавр распространен и на 40 уровне он тут тоже смотрится довольно годно обе модельки хороши пахицефалозавр бронелобый динозавр один из первых динозавров с которыми я познакомился еще много много лет назад и тоже довольно это самый крупный представитель кстати сама своего семейства четыре с половиной метра его длина и весил по разным данных от 30 килограмм до одной тонны да вот это ученые разбежались также они как и бараны любят прояснять или у кого же крепче черепушка так баранчик нашу представлен в джурасику the game а на первых уровнях довольно тускло детализации явно не хватает дальше у нас появляется уже какой-то орнамент хотя вот для меня это динозавр больше как-то в красных тонах представлен наверное еще сбор я с ним познакомился в таком вот варианте ну в эволюшене претензий к детализации модели нет но по форме все все совпадает даже шипы вокруг там затылка и все в целом хорошо у этой модели а кто это у нас будет тираннозавр а нет нет это будет у нас тиранокоза такой новый представитель семейства динозавров выделяется вкусняшкой то есть он считается очень вкусным для всех динозавров в том числе и для тиранозаврика ребята это ребятка еще не все динозавры которые будут представлены в нашей игре это основная часть тех динозавров на которые уже выложили видео на официальном канале но также есть еще у нас и делюкс версии игры там будут еще дополнительные динозавры да еще и по основной версии тоже не все видео появились про вышедших динозавров так что ребятки если вам понравилось не забудьте поставить лайк потому что это видео я делал очень долго здесь ушло монтажки не знаю часов может 6 а то и больше так что обязательно поставь пальчик вверх если хочешь увидеть продолжение про новых динозавров с которыми мы также познакомимся в игре джурасик world evolution да на самом деле это видео у меня завалялось наверное чуть ли не месяц и уже вышло очень много видео про новые динозавры так что ставим лайки надо делать